Исправный транспорт и отдохнувший водитель – залог безопасности пассажиров. Инспекторы ГИБДД проверяют автобусы на междугородних рейсах. Избежать пристального осмотра техники водители не могут. Дорожная полиция проверяет все машины на пунктах временных стоянок. Анастасия Бойко подробнее. Безопасность в дороге равно сохраненные жизни. Инспекторы ГИБДД начали проверки пассажирского транспорта. Акцент на тех автобусах, которые идут на межгород. Избежать пристального осмотра водители не могут. Дорожная полиция проверяет все машины до единой на пунктах временной стоянки. Проверяем рулевое управление органолитическим методом. То есть перемещение. Болтается у него там что-то, течет что-то. И тормозную систему также на слух определяем. То есть шипят, если тормоза, значит все неисправно тормозная система. Утечка воздуха имеется. Кроме технического состояния автобусов, инспекторы проверяют, есть ли ремни безопасности у водителей и пассажиров, подлинные ли путевые документы, которые выдает компания-перевозчик. Занимает такая проверка от силы пять минут. Водители не возражают. Оно и надо вроде бы как проводить. Потому что есть кто-то, похабно относится. Где-то что-то надо вообще. Штрафы кусаются. Суммы от одной тысячи рублей до нескольких десятков. В зависимости от нарушения и типа автобуса. К перевозке маленьких пассажиров предъявляют особые требования. К примеру, специальный автобус должен быть оборудован ограничителем скорости, который не позволяет транспортному средству двигаться со скоростью больше 60 км в час. И водитель, который отвечает за жизнь и здоровье маленьких пассажиров, обязательно должен выходить на смену отдохнувшим. А проверить это позволяет специальный прибор-тахограф. Он выдает вот такие распечатки, на которых даже мы можем посмотреть, во сколько именно водитель начал свой путь, когда он сделал перерыв на отдых и во сколько вернулся домой с маленькими ребятишками. Однако тахограф в этом автобусе не показывает ничего. Да и техническое состояние транспорта оставляет желать лучшего. А ведь всего несколько минут назад в нем ехали два десятка школьников. Приехал с явными нарушениями детей и привез сюда, в город Новосибирск. Ограничитель скорости не работает, тахограф не исправен. Также у водителя был изъят путевой лист за 25 число, заранее выданный данному водителю, в котором отметка механика стоит, что автобус технически исправен. Данную отметку он должен ставить в должностное лицо только после прохождения водителем, медицинского работника. Теперь от крупного штрафа ни водителю, ни его руководству не уйти. А детям придется дожидаться другого автобуса, который отвезет их домой за сотни километров от Новосибирска. Статистика ДТП с пассажирским транспортом за последние два месяца неутешительна. 44 человека пострадали в 9 авариях. Поэтому в ГАИ обещают такие рейды проводить максимально часто. Анастасия Бойко, Дмитрий Злобин, Новости ОТС.